День добрый! Одно из самых благородных и грациозных хвойных растений – это пихта. Правильная пирамидальная крона, яркий аромат хвои, долговечность и неприхотливость – все это о ней. Если вы еще не определились, какое растение должно выполнять у вас функцию новогоднего дерева, то остановите свой взгляд на эту красавицу. Благодаря многообразию видов и сортов, пихта не только выполняет функцию новогоднего дерева, ею украшают цветочные композиции и букеты, а карликовые сорта станут изюминкой любого ракария. Она великолепно смотрится в одиночных и групповых посадках. Если ваша территория позволяет, задумайтесь об аллее из пихты. И тем не менее, я периодически слышу от своих коллег и начинающих садоводов, что пихта капризна, плохо зимует и вообще она не для нас. Позвольте с вами не согласиться. Просто пихта, как и любое другое растение, имеет свои нюансы. И если их учитывать, то более благодарного растения сложно себе представить. Сегодня мы расскажем о ее предпочтениях и зимующих у нас видах. Почти на всем северном полушарии можно встретить представителей этого вида, начиная с Мексики и заканчивая за Полярным кругом. Не все представители этого рода зимуют в наших условиях, но и тех видов, которые зимуют, достаточно, чтобы создать вполне приличную коллекцию. Представители этого рода теневыносливы, однако лучше развиваются на открытых солнечных местах. Пихтей нравятся плодородные воздухопроницаемые грунты. Пихты не любят как излишней сухости, так и застоя влаги. На ее вкус всего должно быть в меру. Все эти требования одинаковы для всех представителей пихт. Более того, мы не притеняем пихты от весеннего солнца. Благодаря толстой хвои с легким восковым налетом, пихта устойчива к весенним ожогам. Но тогда почему многие боятся эту культуру? Думаю, что во многом репутацию подмочила пихта Нормана. Великолепное растение на сегодняшний день, занимающее первое место в мире, как новогоднее дерево. Именно ее продают под Новый год на елочных базарах. А к моему большому сожалению, и в некоторых садовых центрах. Не только в качестве новогодней срезки, но и для открытого грунта. Почему-то большинству садоводов в ее названии слышится что-то северное. Наверное, мы путаем Нордман с Норд. Север. А на самом деле, пихта Нордмана – это не что иное, как пихта Кавказская. Южная теплолюбивая красавица. Но не расстраивайтесь, видов зимующих пихт немало. Это пихта Сибирская, Корейская, Бальзамическая, Белая, Одноцветная, Субальпийская, Аризонская, Пихта Фрейзера и Вича. Самый распространенный вид пихты, который можно встретить на территории нашей страны – это пихта Сибирская. Ее можно встретить в Сибири, Урале и в северо-восточной европейской части России. Помимо нашей страны, она встречается и в некоторых регионах Китая, Монголии и даже Казахстана. Интересным может стать тот факт, что некогда завезенная и посаженная Финляндия пихта Сибирская сегодня, естественно, размножается самосевом в лесах. А вот южным регионам она, пожалуй, не подойдет. Слишком уж ей там покажется сухо и жарко. Но, несмотря на всю морозоустойчивость и декоративные качества, и то, что Сибирская пихта – одна из самых теневыносливых, в наших садах и городском озеленении она редкая гостья. И если раньше ее можно было встретить в городских посадках, то сейчас крайне редко. Причина – пихта Сибирская совсем неустойчива к загазованности городского воздуха. А моя любимая пихта – это пихта Корейская. Так следует из названия родом с Корейского полуострова. Известна самым большим количеством сортов. Есть сорта не только зеленой хвои, но с голубой. По формам и размерам она также разнообразна. Я не знаю ни одного садовода, который бы не восхищался корейской пихтой. На мой взгляд, она совершенна и лишена каких-либо недостатков. Ее сортам мы посвятим не один выпуск. Обязательно расскажем о самых интересных и необычных. Одноцветная пихта выделяется на фоне других пихт. Ее нельзя спутать ни с одним другим видом. Высокое, мощное дерево с толстыми длинными иголками, длина которых достигает 7 сантиметров. Считается самой засухоустойчивой, так что вполне подойдет для южных регионов. Но и для нас с вами она вполне подходит. В Санкт-Петербурге одноцветная пихта известна еще с 1881 года. Если вы решили посадить себе эту красавицу, стоит помнить, что одноцветная пихта, в отличие от других видов, самая солнцелюбивая. В тени и полутени она очень сильно теряет свою декоративность и начинает болеть. Самая красивая хвоя у пихты субальпийской. Она настолько яркая и изысканная, что делает ее привлекательной не только для флористов, но и для ландшафтных дизайнеров. Я молчу уже об использовании ее в качестве рождественской елки. В природе она встречается в горах на западе Северной Америки, от Аляски до Нью-Мексико. Будучи видом континентальных гор, она повреждается весенними заморозками. Но в основном абсолютно выносливо к нашим сыровым зимам. Следующий вид. Долгое время аризонскую пихту считали разновидностью субальпийской и лишь недавно стали выделять в отдельный вид. И действительно, они очень похожи. Отличаются лишь тем, что аризонская более компактная, не более 15 метров, имеет более мелкие шишки и хвоя более яркого цвета. По сравнению со своими коллегами, бальзамическая пихта считается самой недолговечной. Период ее жизни не более 200 лет. Может, конечно, по сравнению с долгожителями, которые отметили свое тысячелетие, это и немного. Но на наш с вами век вполне хватит. Однако, если нас смотрят в южных регионах с сухим климатом, скажу сразу, эта пихта, увы, не для нас. Ваш климат ей не подойдет. Вместо бальзамической вы можете взять в Кавказскую. Ну, а если вы заядлый коллекционер, то можно попробовать поэкспериментировать с белой пихтой. Начинающим садоводам я бы пока посоветовала от нее воздержаться, так как без снежной зимы она часто обмерзает. Совсем недооценена белокорая пихта. Своё название она получила из-за цвета коры в молодом возрасте. Она очень светлая, почти белая. Родом она с Дальнего Востока. Одна из немногих пихт, которые можно использовать в городском озеленении, так как она газой и дымоустойчива. Белокорая пихта вполне подходит для Ленинградской области. Первые испытания этой культуры были еще в 20-е годы прошлого столетия. Ну, а пихта Вича, родом из Центральной Японии, крайне декоративная, но также малоизвестна нашим садоводам. Если вы встретите ее в садовых центрах, не пугайтесь, она абсолютно зимостойка и достойна вашего внимания. Ну, и последняя пихта, о которой хотелось бы сказать, это пихта Фразера. Она, как и пихта Нормана, благодаря форме, аромату и стойкости к осыпанию иголок, очень популярна в качестве срезанного новогоднего дерева. Но в отличие от пихты Нордмана, наоборот, предпочитает более прохладный климат. Садоводам северо-запада она известна еще с 19 века. Ей, как и сортам корейской пихты, мы отвели отдельный сюжет. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!